ТОГО Правильный ответ в честь японского адмирала ТОГО Хэхатира в 1904-1905 году, который командовал объединенным императорским флотом в русско-японской войне. Как ТОГО сбежал из сарая, в который его посадил Леонардо? И правильный ответ в фильме Сэппелла не раз пытался избавиться от ТОГО. Один раз он его запер в сарая, так как из вольера он постоянно убегал, делая подкопы. И сарая ТОГО тоже выбрался. Он проявил смекалку и забрался под крышу и вылез через отверстие рядом с трубой. Третий вопрос был, как звали жену Леонардо Сэппелла? И правильный ответ, жену Сэппеллы звали Констант. Также у них была дочь Сигрид, которой в 1925 году исполнилось 8 лет. Сколько было собак в упряжке Сэппелла, когда тот отправился за сывороткой? В упряжке было 11 собак вместе с ТОГО. И пятый вопрос, как в реальной жизни сложилась дальнейшая судьба ТОГО после эстафеты? Авторы фильма позволили себе немного отойти от фактов. В отличие от сюжета ленты, Леонардо Сэппелла посчитал, что ТОГО заслуживает провести остаток жизни в более комфортных условиях, чем холод Аляски. Поэтому хозяин отдал пса-заводчица Элизаберт Рикер, проживающий в штате Мэн. Незадолго до своей кончины, в 1929 году, ТОГО успел продолжить род. Заводчики по сей день разводят хаски, чья рада словно идет от пса, преодолевшим снежную бездну ради спасения жителей, оказавшегося на границе умирания городка. А самый быстрый в этот раз оказалась Анна Лавренова. Мы ее поздравляем и, конечно же, вручаем ей кружку от лаборатории путешествий. А если и ты хочешь такую же кружку, то тогда смотри мой эфир, отвечай на все мои вопросы и присылай их в мою группу ВКонтакте. Ссылочка внизу. Снежный человек Йети Сасквотч Бигфут Алмасты Все это название мифического, человекообразного существа. Самое первое историческое доказательство существования снежного человека связано с именем Пултарха. Он рассказывал о том, как солдаты Сулы поймали сатира, который по описанию соответствует внешности Йети. На западе в 1832 году появилось сообщение о странном существе, обитающем в Гималаях. Ходсон, английский путешественник и исследователь с целью изучения этого загадочного существа, поселился в высокогорном районе. Позднее он в своих работах рассказывал о высоком человекоподобном существе, которое непальцы прозвали демоном. Оно было покрыто длинной густой шерстью, от животного отличалось отсутствием хвоста и прямым хождением. Долгое время краткометражный фильм, который сняли Боб Гимлин и Роджер Паттесон в 1967 году в Северной Калифорнии, был наиболее убедительным свидетельством существования Йети. По словам авторов, на пленку им удалось заснять самку Бигфуда. В декабре 1968 года два известнейших криптозоолога Бернард Эйвельманс и Айвен Сандерсон обследовали замерзший труп волосатого гоминоида, найденный на Кавказе. Результаты обследования были опубликованы в научном сборнике криптозоологов. Эйвельманс идентифицировал замерзшего Йети как современного неандертальца. В это же время активные поиски снежного человека велись и в бывшем СССР. Самые существенные результаты дали исследования Марии Жанны Кофман на Северном Кавказе, Александры Бурцевой на Чукотке и Камчатке. Очень плодотворно завершилась научная экспедиция в Таджикистане и на Памира-Алтае под руководством Игоря Тацла и Игоря Бурцана. Так, стоп! Что-то попахивает совершенно другой рубрикой и для другого канала. Давайте все же вернемся к нашей стандартной рубрике «Кинопутешествие» и будем смотреть с вами классные фильмы. Когда я слышу про снежного человека, у меня не вспоминаются никакие-то не страшилки, не ужасники, а вспоминается фильм моего детства «Гарри и Хендерсона», который был снят в 1987 году. Правда, меня тогда еще не было, но зато чуть позже был снят сериал с таким же названием. Но он вышел в 1991-1993 годах. Вот этот сериал я как раз-таки и помню. И в продолжении тематики проектов я сегодня хотела бы вам порекомендовать три мультфильма. Да-да, вы не отслышались. Три классных мультфильма. На самом деле я просто не смогла выделить и выбрать какой-то один из них, потому что они, каждый из них очень необычный и классный, своеобразный. Как можно сказать, три разных жанра. И каждый из них достоин своего зрителя. Поэтому, когда вы посмотрите, я уверена, вы выделите, какой понравился именно вам. И потом мне расскажете. Наш мир – загадочное место. Он полон тайны чудес, которые только и ждут, чтобы их открыли отважные смирщики. Среди этих чудес, создания, которых я слышал только в легендах. Гнифические монстры из самых страшных ночных кошмаров. С дикими глазами, чудовищными лицами и ногами, которые пугающе, уродливо. Маленькие! Это ужасные создания с идеально белыми зубами. Они изрыгают мятную свежесть. А волосы на теле растут у них только на голове! Прекрати, Мига, ты их пугаешь! Да ладно, не бойтесь, это все враги. Все знают, что смоллфуд и выдумка. Или нет? О, это ты молодец. Думаю, ты их на всю жизнь напугал. Ху-ху-ху-ху-ху! Как вы уже поняли, это не обычный мультсик. Сюжет его такой. Небольшая группа снежных созданий верят в существование смоллфудов, то есть людей. И чтобы доказать всей деревне, что они существуют, один из них отправляется в путешествие, чтобы найти доказательства. Смоллфуд – это именно тот случай, когда мульт понравится и детям, и взрослым. Хорошие и действительно смешные шутки сопровождают кино. Что немаловажно, ведь какой детский мультик без смеха. Но что удивительно, на поверхность данного мультфильма всплывают довольно интересные темы. Вопросы, которые поднимаются в мультфильме, совсем не детские. И моральные выборы, с которыми сталкивается главный герой, действительно сложны. Невольно ставишь себя на его место и задумываешься, а как бы я поступил в такой ситуации? А ведь подобные ситуации действительно нередко случаются. Из всего вышесказанного могу сделать вывод, что мультфильм очень интересный. И он подойдет для просмотра как взрослым, так и детям. Дети повеселятся, смеясь над веселыми ситуациями. А взрослым будет о чем подумать. А подумать есть о чем. Таких мультиков действительно нынче очень мало. Следующий мультфильм, который меня зацепил в сети, это «Потерянное звено» режиссера Криса Баттлера. Давайте же посмотрим, а потом я расскажу, в чем же там дело. Вы слышали истории? Слухи небылицы. О загадочном существе, которое многие пытались найти в самых укромных уголках нашего мира. Готовьтесь к долгожданной встрече с невероятной легендой, которая всех нас связывает. Секунду. Прошу прощения, что-то в горло попало и никак не... Наконец-то. Тараторю, да? Разволновался. Привет. Рост 2,40, обхват груди метр 70, вес где-то около 300 кило. Ну не 300 все-таки, 280, может. Это растительность меня немного полнит. Такое, знаете, небольшое, но обидное обман зрения. Вот это размер. Воу, руки, как лед холодные. Потерянное звено. Жарко, ужас. Нечем дальше. Ладно, ладно, не мучайся. Просто открой. Окно. О, боже. Вы скажете, что тут необычного и интересного? Давайте разбираться вместе. Мультфильм снят в технике с топ-моушен, с анимацией. Что это такое, спросите вы? Простыми словами, это покадровая кукольная анимация. В наше время она считается умирающим видом мультфильмов. Так как тратится на нее очень и очень много времени и терпения. В картине было задействовано около 110 декораций и 65 локаций. И каждая минута данного, не побоюсь этого слова, киноискусства, радует глаз. Меня также очень зацепил юмор. Его фильмов довольно много. Иногда это забавный визуальный юмор. Глуповатый, ну не глупый, ну детский юмор. А иногда остроумная сатира. Также в потерянном звене поднимается очень важная тема. Человечество, каким бы цивилизованным себя не считало, оно не ценит чудо, а пытается его погубить. Этот мультфильм не для всех и не каждому сможет понравиться. Эта картина, скорее на аудиторию, которая любит что-то необычное, нестандартное в кинематографе. Но лента действительно достойна вашего внимания. Мне вот лично это мультфильм очень понравился. Всем рекомендую. И третий мультфильм на сегодня, это мультфильм «Эверест» режиссеров Джима Колдона и Тодда Билдермана. Давайте же посмотрим. Бабуля! Ты должна больше времени проводить дома, семьей. Ты куда? Ужину не опаздывай. Береги себя. И никаких мальчиков. Ладно, пока. Как бы я хотела сбежать. Папа всегда мечтал показать мне мир. Однажды. Это что, настоящий Йети? Привет, мальчик. Или девочка. Ты точно мальчик. И откуда ты только взялся? Тревога! Он сбежал. Найдите моего Йети! Это твой дом? Обалдеть. Я помогу тебе вернуться домой к семье. Эверест, еще ребенок. Хватит тебя пить. Это ты. А это твои родители. О, у тебя мамины глаза. Тебя повсюду ищут. Быстрее! Эверест, ты волшебник? Невероятно! Шире невозможно! Как бы я хотела, чтобы папа это увидел. Да, мам, у нас все отлично. А Том? Том в порядке! Они нас загоняют! Это скрипка твоего отца? Да, папа играл для меня каждый вечер. Он учил меня никогда не сдаваться, каким бы трудным ни был путь. Как красиво! Настоящее волшебство! Правда? О, да! В жизни нет ничего невозможного, если поставить себе цель. Эверест! Эверест! Черника? Бежит! У меня черника в тех местах, где и уж точно быть не должно. Сюжет картины нельзя отнести к уникальным или глубоким. В нем практически нет неожиданных поворотов и решений. И каждый последующий эпизод предсказуем. Но простота совершенно не портит картину, а наоборот добавляет ей обаяние. Мультфильм длится полтора часа, но картина получилась настолько динамичной и увлекательной, что время прилетает просто незаметно. Мультик Эверест – это добрая, вдохновляющая картина, которая придает силы и побуждает в дальнейшем действии. После просмотра остается только положительное впечатление и хорошее настроение. И по традиции в конце своей рубрики я задаю пять вопросов. Давайте же посмотрим, что сегодня интересного я вам подготовила. Хорошо здесь, тепло и уютно. А-а-а! Ух-ху-ху-ху! Не умирай, не умирай, не умирай! Каким способом Мига решил оживить Смолфута? Второй вопрос. Что же держит в руках отец Мига, Дорлбу? Мистер Линд, чай еле теплый. Простите, сэр Лайонелл, ночь нынче холодная, да и берег не близко. Слышали? Да, то, что надо. У нас полно работы. Доставайте малынки. Отлично. Так, поехали. Сэр, по-вашему, это сработает? Говорят, что музыка успокаивает чудище, мистер Линд. Что-то я сомневаюсь. Где камера? Она необходима. Прямо под вами, сэр. Прекрасно. За каким же чудовищем охотился Лайонелл Фрост? На какой горе находится статуя Будды в мусике Эверест? И пятый вопрос. Сколько всего змеек было у мистера Жара? Оп. 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 Смотрите. Оп. Смотрите. Оп. Оп-па-па. Девушки отдыхают. Напоминаю, что кто первый пришлет неправильно ответы в мою группу ВКонтакте, ссылочка внизу, получит памятный приз от лаборатории путешествий. Так что дерзайте. А на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Смотрите. Хороший кино. Мотивируйтесь. Вдохновляйтесь. И пока. Пока.